Это может быть по причине хаотичного питания. Мне приходят какие-то просто гениальные идеи, что всего одно утро способно изменить жизнь в лучшую сторону. Правда, мало энергии на физиологическом уровне. Дать себе время всего два раза в год. Привет! Для тех, кто первый раз на моем канале, предлагаю немного познакомиться. Меня зовут Любовь, я дипломированный нутрициолог, фитнес-тренер и студентка психфака. И сегодня я хочу поделиться с вами своим утром, рассказать про свою утреннюю рутину, которой я задаю свой день и благодаря которой я чувствую себя счастливее, здоровее и успеваю гораздо больше сделать важных дел в течение дня. Но здесь сразу важный момент. Больше успевать для меня это не про достигаторство, которое идет в ущерб самочувствию, здоровью. У меня это работает все же немножко иначе. Больше успевать для меня это про состояние и про уровень энергии. Когда у меня получается выполнять все поставленные цели, как раз-таки благодаря тому, что у меня эта энергия есть. И утренняя рутина помогает мне зарядиться вообще на этот день, наполнить свой сосуд, в том плане, что наполниться вообще энергией, как сейчас принято говорить, восполнить свой ресурс, вспомнить про свои приоритеты, цели, которые, собственно, играют для меня роль долгосрочной мотивации. И сегодня я хочу рассказать, что именно я делаю во время своей утренней рутины, для кого это также может быть важно, нужно и полезно. Начнем с того, что многие хотят вставать раньше, организовать, так скажем, свою утреннюю рутину, но при этом как будто на это все нет энергии. То самое состояние, когда желание есть, но в итоге человек никаких действий особо и не предпринимает. Здесь сразу важно понять, действительно ли вам этого хочется, для чего вам вообще нужна вся эта утренняя рутина. И, собственно, при планировании своей утренней рутины важно выбирать те действия, которые вас будут наполнять, а не наоборот истощать. Для каждого эти действия могут быть свои. Мы все разные, это нормально и это даже классно. Очень важно понимать, что дает вам каждая практика, для чего вам вообще нужен более высокий, скажем так, уровень энергии, для чего вы хотите вставать раньше. Потому что очень часто бывает, что эти цели немного навязаны. Именно поэтому стоит для начала обозначить свои, в принципе, жизненные какие-то приоритеты, цели, потому что если просто начать вставать раньше и делать какие-то рутинные действия только потому, что это модно, согласитесь, что никаких долгосрочных результатов это не принесет. То есть это будет такой момент вдохновения, какой-то мотивации, но в итоге результата, опять же, никакого не будет. И вас просто не хватит надолго. Также на этом этапе очень важно адекватно оценить вообще в целом свой образ жизни, свое питание, чтобы понять состояние своего здоровья. Потому что, например, у девушки с анемией, либо просто с сильным железодефицитом, который еще не перешел в стадию анемии, правда, мало энергии, на физиологическом уровне, и насиловать здесь себя подъемом в 5 утра, когда эта девушка ложится в 12 часов ночи, не получает важных нутриентов из пищи, истощает себя какими-то бешенными тренировками, в принципе, начинает резко в один день просто менять свою жизнь, это, конечно, тоже не про здоровье и не про долгосрочные результаты. Я вообще всегда говорю о важности таких медленных изменений, все делать постепенно, и поэтому я так люблю систему маленьких шагов. Потому что ведь лучше регулярно, но по чуть-чуть, чем резко в один момент и один раз в год. И еще один момент, который я бы хотела тоже сразу обозначить, это вообще, что я понимаю под ресурсом. Для меня ресурс — это такая жизненная энергия, и когда ее нет на себя, то о чем вообще может дальше идти речь? Как достигать каких-то результатов на работе, на учебе, как отдавать другим людям энергию, то есть своим близким, заботиться о своем муже, о своих детях, если ты сама находишься на нуле, грубо говоря. Свою утреннюю рутину я начала выполнять, когда поняла, что вроде питание у меня уже достаточно полноценное и осознанное, и тренировки на тот момент были достаточно регулярными. Но как будто все равно чего-то не хватает, то есть идет какое-то истощение. Здесь, конечно, тоже важно отметить, что на тот момент я еще работала в общепите. Да-да, кто не знал, я проработала три года официанткой в сетевом ресторане. И 12-15 часов на ногах, контакт с большим количеством людей, сбитый режим сна, это меня просто все добивало. Помимо этого, я еще училась, начинала вести блог, пыталась делать какие-то дела по дому, в общем, жила в такой режиме многозадачности, пыталась все и везде успеть, и в итоге, конечно, получала на самом-то деле полное вообще истощение. И в какой-то момент я поняла, что мне не хватает энергии просто даже банально на жизнь. Мне просто немного надоел режим, когда я просто старалась успеть жить и хотя бы немножко поспать. Но надо отдать должное, что мне очень повезло с моей семьей, то есть моим парнем мне всегда в этом плане как-то облегчали немножко задачу, помогали во всех каких-то делах, где это было действительно необходимо. Несмотря на мои какие-то проблемы с делегированием, у меня дома всегда очень такая доброжелательная, скажем, обстановка, и я всегда знаю, что у меня есть поддержка. Переходим к сути. Как начался мой путь, когда я начала задумываться вообще про свою утреннюю рутину? Первым делом я начала работать со сном. Конечно, учитывая тот факт, что, опять же, на тот момент я еще работала в общепите, у меня не всегда получалось ложиться до 12, не то, что там до 11. И ложилась я, к сожалению, поздно, но в выходные от работы дни я старалась все-таки восстановить немного режим. Ложилась уже до 11, даже иногда до 10, и начала вставать раньше, чтобы мне банально хватало времени хотя бы на себя. Так и зародился мой утренний такой час, моя утренняя рутина. Дальше я пробовала разные действия, и путем проб и ошибок начала понимать, что мне дает энергию, а что наоборот забирает. И вот благодаря такому своему опыту я и выстроила свою утреннюю рутину. Я отдала себе такой условный час, в который я буду делать все то, что меня наполняет, то, что меня как-то вдохновляет, то, на что, возможно, в течение дня у меня не хватает времени, или на то, что мне просто жалко в какой-то момент стало тратить на это время. Ведь лучше поработать, убраться дома и сделать еще какое-то более полезное дело. Нельзя забивать на себя, потому что, опять же, если вы забьете на свое состояние, на свой уровень энергии, то о каких вообще дальше прогрессах в вашей жизни будет идти речь? Рано или поздно произойдет модное тоже слово сейчас выгорание, которое приведет уже, возможно, к более какому-то затяжному, такому депрессивному состоянию. Поэтому лучше все-таки сразу понять, когда у вас начинается вот этот момент истощения, и пресечь это дело на корню, выстроить тоже для себя какую-то там свою утреннюю рутину, либо, может быть, вечернюю, либо просто выделять время на себя и не думать, что поубираться или сделать что-то это важнее, чем условно там почитать, помедитировать, сделать какую-нибудь зарядку. К слову, если копнуть глубже, то получается, что каждое утро задает каждый день, а это значит, что всего одно утро способно изменить жизнь в лучшую сторону. Так вот, для себя я выделила четыре действия, с которых я начинаю свой день. Самое, казалось бы, банальное, но на самом деле такое важное, это утренний стакан теплой воды. Те, кто подписан на меня в Нильзаграме, прекрасно знают, что этим действием я не пренебрегаю никогда, и это то, с чего конкретно точно начнется каждый мой день. Не буду углубляться в эту тему, но все-таки считаю нужным напомнить вам, что вода составляет до 95% всех жидких сред нашего организма. Является одним из основных компонентов лимфы, крови, желудочно-кишечных соков. И вода важна абсолютно для каждого человека. Почему важно начинать свое утро именно с теплого стакана воды? Это улучшает перистальтику кишечника, кровообращение. Также теплая вода лучше усваивается организмом, так как с ростом температуры воды снижается ее поверхностное натяжение. А чем ниже поверхностное натяжение, тем лучшим растворителем она является. То есть процесс вывода, так скажем, токсинов через пот и мочу будет идти гораздо быстрее. Но тут тоже не уходим в крайности. Горячая вода, как и холодная, может навредить тем, что, как минимум, может привести к какому-то спазму сфинктеров, а дальше уже последствия могут быть совершенно разные. Дальше я пробуждаю свое тело через утреннюю активность. Выполняю свои коррекционные комплексы. Иногда могу просто сделать какую-то интуитивную, скажем так, разминку, зарядку. Могу включить какой-нибудь ролик с зарядкой, с ютуба. Здесь нет строгих рамок и правил, на самом деле. Я делаю все исключительно по настроению, опираясь на свои ощущения в моменте. В дни, когда я, например, куда-нибудь спешу, я могу сделать просто какую-то такую легкую утреннюю разминку перед зеркалом, пока умываюсь, и это уже будет гораздо лучше, чем ничего. Чувствовать свой организм на самом деле гораздо важнее, чем делать что-то через силу, через какую-то ненависть. Марки, суди, пожалуйста. Потому что так делает она или потому что это просто модно. Научитесь слушать и войдите вообще в контакт со своим телом. Это крайне важно. Пускай это будет всего 5-15 минут, которые вы посвятите своему телу, посвятите движению, но поверьте, уже спустя неделю вы можете увидеть первые результаты, которые будут выражаться в виде хорошего самочувствия, более высокого уровня энергии после выполнения зарядки. Также можно увидеть даже какие-то уменьшения отечности, потому что вы будете прорабатывать определенные зоны, которые, может, у вас вообще были очень давно уже в каких-то спазмах и зажимах. Кстати, иногда я просто могу включать музыку и банально потанцевать. И если танцы наполняют вас энергией, то почему нет? Кому-то могут подойти йога-комплексы, и это тоже круто. Выбирайте активность, которая вам по душе и которая действительно вас наполняет. Дальше у меня идет медитация. Честно скажу, что раньше я относилась к этому процессу немного скептически, поэтому мой путь к медитациям в принципе был непростой. Не сказать, что я и сейчас какой-то супер медитативный человек, что у меня прям получается отпускать все мысли, что в этом состоянии ко мне приходят какие-то просто гениальные идеи, но я стараюсь и я вижу и чувствую пользу в медитациях для себя. Но здесь каждому важно найти вообще свой метод, потому что у медитации бывают абсолютно разные виды. Кому-то гораздо легче сосредоточиться на дыхании, кому-то все-таки нужно голосовое сопровождение и такая своеобразная помощь. Я как раз пользуюсь этим методом и слушаю медитации на ютубе. В основном я делаю это лежа, потому что только так я могу полностью расслабиться и постараться на максимум, насколько это будет возможно, отпустить какие-то мысли. Но вам, наоборот, может быть, это удобнее делать, сидя. Там подключаются котики, тоже хотят рассказать про медитации, видимо. Здесь важно найти свой комфортный способ, метод и дать себе время, потому что с первого раза, да даже с десятого раза у вас может не получаться полностью как-то там расслабиться, опять же, отпустить какие-то прям все мысли. Но с каждым разом эффект будет все сильнее и сильнее, и вы обязательно почувствуете для себя в этом толк, если вы правильно подберете, опять же, для себя комфортный метод. Пожалуйста, не забывайте, что мы все разные, не сравнивайте себя ни с кем, не сравнивайте ни с кем в свой прогресс, и помните, что важно найти как раз для себя что-то комфортное. Просто дайте шанс этой практике и найдите для себя удобный метод. И переходим к одному из самых важных действий, которое действительно напрямую напитывает меня энергией. Это полноценный завтрак. Сразу хочу отметить, что если у вас нет после пробуждения сразу физического голода, это нормально. Нормально захотеть есть в течение часа, двух, трех часов после пробуждения. Не насилуйте себя едой без физического голода, но в то же время все-таки прислушивайтесь к своему организму и обращайте внимание на свое самочувствие и состояние. Если, например, на протяжении очень долгого времени у вас отсутствует физический голод в течение четырех-пяти часов после пробуждения. Это может быть по причине хаотичного питания, слишком поздних ужинов, переедания во время ужина или вообще в принципе в течение прошлого дня или в течение даже прошлых нескольких дней. Но также это может сигнализировать о каких-то проблемах с органами желудочно-кишечного тракта. Но в таких случаях, как правило, проявляется еще дополнительная симптоматика в виде утренней тошноты, головных болей, болей в животе. В общем, не забивайте, пожалуйста, на сигналы своего организма. Что же касается моего завтрака, чаще всего я кушаю спустя час-полтора после пробуждения. На завтрак советую отдавать предпочтение белкам и жирам. Конечно, мы не забываем про клетчатку и углеводы. И если впереди вас ждет очень-очень активный день, то можно чуть-чуть увеличить порцию жиров и порцию углеводов. Конечно, лучше отдавать преимущество сложным углеводам, но не забывайте, что мы всегда опираемся на какие-то свои истинные предпочтения в конкретном моменте, если они, конечно, есть. Для меня завтрак это залог моего хорошего самочувствия и высокого уровня энергии. Я помню, что когда раньше сидела на диетах, для меня было привычным состояние, когда почти после любого приема пищи ты чувствуешь себя как-то вяло, тебе нужно полежать, дополнительно поспать. То есть, у меня не было вообще прилива энергии. И как же я была удивлена, когда поняла, что оказывается, жить можно и нужно вообще по-другому, и что после приема пищи у тебя по-хорошему должен быть прилив как раз-таки энергии, ты должен получать насыщение и быть более бодрым, а не наоборот уходить в сонливость и в какое-то такое разбитое состояние. Налей, я вставлю ролик. Пожалуйста, все. Это все мои практики, но я бы хотела поделиться с вами еще некоторыми идеями для тех действий, которые могут наполнять энергией вас. Думаю, многие слышали про такую вещь, как утренние страницы. Это психологическая практика, которая помогает разгрузить немного голову и начать новый день с хорошим настроением. Ну, или наоборот, его закончить, если делать это по вечерам. В вопросах питания и здоровья это также принципиально важный, я бы даже сказала, момент, потому что многие даже не задумываются вообще в тех стереотипах и установках, которые они прокручивать могут в течение дня, о которых они вообще думают, потому что эти установки могли уже где-то достаточно плотненько так засесть и негативным образом продолжить влиять на вашу жизнь. Достаточно выделить на утренней странице буквально 10-15 минут. Для этого вам понадобится просто там блокнот и ручка. Конечно, можно использовать заметки в телефоне либо компьютер, но как будто в век технологий хочется немного чего-то живого добавить в свою жизнь. Звучит не очень, но думаю, все поняли. Так вот, задача немного сосредоточиться и начать писать все, что вам приходит в голову. Любые какие-то свои убеждения, страхи, любые мысли, злость, все это оставить на бумаге. После приходит такое облегчение и как будто даже думать становится легче. В процессе, так скажем, погружаетесь немного вообще в себя, в этот поток и в дальнейшем это может помочь научиться лучше слушать вообще себя, прислушиваться к каким-то сигналам своего организма. Это очень важно и в вопросах пищевого поведения, потому что как минимум нужно разобраться со своими эмоциями и чувствами. Еще одна практика, которая сейчас набирает популярность это практика благодарности. На самом деле благодарность это безумно важная вещь вообще в нашей жизни, особенно в наше время, ведь чем больше хорошего мы замечаем, тем больше этого становится в нашей жизни. Тут вообще вопрос на самом деле фокуса внимания и энергии. Представим, например, какой-нибудь праздник или мероприятие. Один человек найдет для себя что-то очень хорошее, порадуется всем событиям, поблагодарит себя за такой там опыт, за возможности, а другой заметит только все самое плохое, то есть будет концентрирован просто, грубо говоря, на говне и может винить вообще всех вокруг, что и это не так, и то не так, и вообще пожалеть, что зачем пришел. Здесь важно понимать, что два человека, которые окажутся в одной ситуации, в одних и тех же условиях, могут абсолютно по-разному среагировать на все происходящее. Поэтому я так часто на своих проектах говорю, что у нас всегда есть выбор, как минимум выбор в реакции и поведении, то есть как среагировать, что для себя взять и как себя повести в каком-то том или ином случае. Либо усилить что-то хорошее, взять для себя опыт, извлечь какие-то уроки для себя на будущее, либо усилить плохое и еще сильнее погрязнуть в этом негативе. Например, я могла бы винить себя за то, что раньше сидела на диетах, жалеть вообще о своем прошлом, даже, возможно, ненавидеть себя за то, как я там могла издеваться над своим здоровьем. Но я выбрала немного другой путь. Поблагодарить себя за тот опыт и принять его даже с какой-то радостью, потому что, возможно, если бы не те диеты какие-то, не те ограничения, не те какие-то проблемы со здоровьем, то я бы и не пришла в нутрициологию. А может быть, даже если бы и пришла, то я бы не смогла так хорошо понимать некоторых своих клиентов, понимать вообще, в принципе, других людей с проблемами с пищевым поведением, с расстройствами пищевого поведения, с лишним весом, с какими-либо вообще, в принципе, проблемами со здоровьем, потому что я бы сама не понимала, что это такое. А так, я все прекрасно прочувствовала это на себе, и я, правда, за это себе очень благодарна, потому что, по итогу, у меня получилось выйти из этого состояния, да, мне понадобилось чуть больше времени, потому что я это все тоже делала путем проб и ошибок, нарабатывала какую-то свою систему, я могла бы потратить, и правда, меньше времени на это, зато теперь у меня есть своя система, которая помогает теперь и другим девушкам, да и не только девушкам. Это разве не круто? Как за это можно вообще себя винить? Почему об этом нужно жалеть, если наоборот, это такой ценный и важный опыт? Поэтому так важно иногда хотя бы прибегать к практике благодарности, и благодарить можно вообще за что угодно, за то, что у тебя там есть руки, глаза, ноги, за то, что, в принципе, не знаю, светит солнце и есть вообще эта прекрасная жизнь, то есть за то, что у тебя уже есть. Просто в погоне за своими какими-то целями мы действительно перестаем в какой-то момент ценить то, что имеем уже сейчас, перестаем жить в настоящем, радоваться каким-то простым вещам, и получается, что некоторые люди сами себя разрушают, когда думают только о том, чего у них нет, чего им не хватает, и чем они вообще недовольны в этой жизни. Поэтому, пожалуйста, прибегайте хоть иногда к этой практике, это правда очень важно и нужно, и не забывайте вообще благодарить свое тело, свой прекрасный организм и здоровье за то, что у вас уже есть, и за то, что оно с вами, и не забывайте о нем заботиться. В заключении хотела бы напомнить вам еще про одну такую важную вещь. Не забывайте, пожалуйста, применять полученные вообще знания на практике. То есть, если вы нашли для себя что-то полезное и важное даже в этом ролике, старайтесь сразу интегрировать это как-то в свою жизнь. Я уже давно обратила на это внимание и даже почувствовала на себе, что в наше время сейчас очень много разных книг, видео на тему саморазвития, психологии. Они все примерно об одном и том же, и они как бы мотивируют людей, но поскольку мотивация вообще вещь недолгосрочная и хватает ее ненадолго. Именно поэтому у 80% людей и нет никакой толком положительной динамики, нет никаких изменений в жизни. Потому что они читают, смотрят, заряжаются мотивацией, но по итогу как будто ничего и не делают. Не адаптируют полученную информацию под себя, не применяют ее в своей жизни, или же не всегда понимают, для чего им это нужно делать и хватает человека ненадолго. Ключ успеха вообще понять свои цели, приоритеты и сразу же применять все какие-то полученные знания и информацию на практике. То есть вводить это все в свою жизнь. Выделяйте время на себя, пускай для вас это будет не утро, а вечер. Пускай вы начнете всего там с одного-двух действий. Но главное просто начните и не забывайте, что лучше регулярно, но какими-то маленькими шагами, чем делать два огромных шага всего два раза в год. Бывают дни, когда вам нужно куда-то бежать, когда вы куда-то опаздываете. Что-то идет не по плану, и вы не успеваете сделать какую-нибудь там свою утреннюю рутину полноценно. Это не страшно. По возможности, конечно, там старайтесь уделить в течение дня время все-таки себе и своим вот этим важным практикам. Или сделать какой-нибудь краткий вариант своего там утра или может быть даже вечера. Если вдруг даже в какой-то день так сложилось, что вы ничего не успели сделать, не забывайте возвращаться, так скажем, на свою какую-то тропинку. Потому что всегда важно возвращаться, если вдруг где-то что-то там не получается с первого раза. Или просто, опять же, один день выбился, как бы, грубо говоря, из системы. Не нужно стремиться к какой-то идеализации, уходить в крайности из серии либо так, либо никак и никогда. Лучше, опять же, пускай это будет что-то небольшое совсем, казалось бы, но в долгосрочном перспективе именно эти действия принесут результат. Пишите в комментариях, нравятся ли вам подобные темы на моем канале, хочется ли вам больше такого контента, буду рада любой обратной связи. Пишите, как вы начинаете свое утро и что, возможно, возьмете себе на заметку из этого ролика. На этом пора заканчивать видео, оно и так получилось достаточно длинным. Цените и заботьтесь о главном человеке в своей жизни, это о себе. Улыбайтесь чаще и, конечно же, берегите себя и своих близких. На сегодня все, берегите себя и своих близких, до свидания. Пока-пока.